Играет музыка Что же это будет за матч у нас, друзья? А это второй поединок от Федерации 2 Типа. Трехсторонний матч по специальным правилам в виде матча до первой крови. Как мне сообщили, это будет также матч на выбывании. И сейчас выходит первый участник этого поединка, Натан Гарретт. Я думаю, что этот поединок будет не менее мощным, чем прошлый. Хотя прошлый по мощности переплюнуть очень сложно, друзья. Потому что это были просто невероятные эмоции. Невероятный накал страстей. И я все еще поздравляю Бухарда с этой заслуженной, с этой абсолютно достойной победой. А Натан Гарретт тем временем уже гуляет, прогуливается по опрону нашего ринга. И сегодня мы будем противостоять два очень мощных парня. Падди и Керс. Трехсторонний матч на вылет по Ферст Бладу. И вот Гарретт, посмотрите, уже заряжен, заряжен на такой сложный, на такой жесточайший поединок. Ведь никаких правил, никаких дисквалификаций и ограничений в этом матче нет. Что ж, друзья, Гарретт уже наверху. Ему осталось дождаться двух его врагов на сегодняшнее шоу. Я думаю, что это будет очень интересный, но в то же время очень сложный поединок для рестлеров, для этих суперзвезд. И вот я слышу музыку Падди. Эти крики, эти рокерские вопли. И вот выбегает участник команды рокеры Падди. Еще один парень из двух типов. Передадим по возможности привет Владиславу Мосину, генеральному в группе два типа Федерации ВАУ. Ведь именно сейчас нас ждет бой ребят из его компании. И вот на арене убирается свет и вся арена загустевает дымом. И я слышу музыку третьего участника этого поединка. Очень мистического, очень загадочного парня по имени Кёрс. Что ж, друзья, я думаю, что очень сложно сейчас сделать какие-либо ставки и определить, кто же из этих троих сможет вырвать победу. Ведь им придется в прямом смысле этого слова пройти через кровь, пот и слезы. Потому что они не смогут уйти с этого ринга, пока не прольется чья-нибудь кровь. Я не осмелюсь сделать какие-то предположения, друзья, потому что не хочется обижать никого из бойцов. Да и на самом деле, даже если я хотел, то у меня вряд ли бы это получилось, потому что каждый из них прекрасен по-своему. Я думаю, что руководство по преслин поступило очень даже мудро, поставив два матча от федерации двух типов сразу же друг за другом. Потому что качество поединка у этих ребят, я думаю, будет на высочайшем уровне. Да и в целом в этой федерации очень много способных суперзвезд. Воевод, друзья, Натангард уже разминает свои мышцы. Падди и Кёрс тоже готовы к началу поединка. И смотрите, как матч начинается, и Кёрс тут же... Бум! Влетает в Падди. Натангард тем временем разворачивает его, и Кёрская подножка Кёрзу. Поднимает он Кёрза, запускает его в угол, а Падди тем временем красуется на третьем канате. И что же это будет? Ох, какая паварбомба! От Кёрза, и тем временем Падди пытается атаковать его. Чоп по глади Падди. Удар. Нет, Падди реверсирует. И клоузлайном выбивается Инга Кёрза. Удар по спине. И... Нэкбрейкер Натану Гаррету. Посмотрите, что задумал сейчас Кёрз. Тем временем хватает стул. И влетает в Падди. Ведь, повторюсь, в этом матче нет никаких ограничений, никаких правил. И рестлеры могут делать все, что им захочется. Удар по животу. Но Гаррет, смотрите-ка, отбивается, отбивается ударами. И неужели... Балдрайвер! Вбивает головой. Он несчастного Кёрза. Попытка удара по Падди, но Падди реверсирует. И неужели это будет паварбомба? Поднимает Гаррета и с разбегу кидает его прямо в канаты. А Кёрз со временем достает уже второй стул. И... Атакует Падди по спине. И по голове добивает его стулом. Посмотрите-ка, Кёрз пока что единственный, кто осмелился использовать какие-то нелегальные. Ну, хотя в этом матче вполне легальные. Средства помощи, различные предметы в виде стульев. Дробки от Кёрза четко в груда к Падди. И... Натан Гаррет приземляет Кёрза на свое колено. Биг-буд! Честно говоря, в этом матче скорость ничуть не меньше, чем в матче за командные пояса. И смотрите-ка, Кёрз сейчас залезает на канаты. Гаррет хватает его. И... Отличный суплекс! Что, тем не менее, Гаррет задумал сделать с Падди. Запускает его в канат. И неужели сейчас будет... Суплекс прямо с третьего каната за Инк. Посмотрите-ка, на Кёрз он тем временем решил немножко отдохнуть. Перевести дух. И... Мощнейший суплекс от Натана Гаррета. Обслуживающий дел сейчас тем временем Кёрз. Феникс! Сплэш четко на Гаррета. То же самое. Просто за Инк улетают все участники этого матча. Сейчас Кёрз поднимает обоих. И вот Падди закидывает на Инк Кёрза. И посмотрите-ка. Втроем они опять на Инде. И все... И смотрите-ка, и Гаррет, и Кёрз пытаются атаковать Падди. Неужели они решили объединиться против него, против одного из участников команды The Rockers? И... Двойная русская подножка от этих ребят. И... Кот-брейкер! От Кёрза четко в голову. Несчастного Натана Гаррета. Голова которого уже настрадалась за этот поединок. О, какой мощный удар ногой четко в живот. От Падди. Локоть от Кёрза. Голову Падди. И... Отличный бросок на стул. И неужели это будет суплекс? Но нет, Падди реверсирует. И Гарпунном влетает в Кёрза. И летает через Натана Гаррета. Смотрите-ка, Падди просто не хочет сдаваться. Не дает ни одному, ни Кёрзу, ни Гаррету отоборотить у себя инициативу. И что же это будет? Ох, пал драйвер прямо с прыжка. Смотрите-ка, Кёрз вскакивает. Реверсирует. Запускает Падди в канат. И что же это будет? Запрыгивать на канаты. И... Верка рана прямо с третьего каната от Кёрза. И вот Гаррета заходит на инг. Удар. Начинается обмен. Четкий удар, четко по животу Натана Гаррета. И что сейчас задумал Кёрзу. Выбидывает Гаррета за пределы ринга. И вот Кёрз разбегается. И... Суицидальный прыжок. Падди тем временем успел немножко отдохнуть и вести, так сказать, дыхание. И он хватает сейчас Кёрза. Но Кёрз реверсирует, связает с его плеч. Хватает Падди. И запускает его в одну из стоек ринга. И начинается обмен ударами. Но нет, только один удар провел сейчас Натан Гаррет. Четко в голову Кёрза. И что же это будет? Неужели Станнер? Но нет! Кёрз отпихивает Гаррета. И... Ходбрейкер! Ой-ой-ой. Нужно быть очень осторожным сейчас Натану Гаррету. Потому что его голова, как и голова Падди, только что приняла очень мощный ходбрейкер. И что сейчас делает Натан Гаррет? Ходбат четко в живот бедному Кёрзу. И сбивает его с каната. И Гаррет завелся. Оу! Мощный удар в голову. Еще один удар. Началась победная серия от Натан Гаррета. Кёрз реверсирует. Но получает мощнейшее колено. Что сейчас делает Падди? Отличное DDT. Мне кажется, что остались считанные секунды, считанные минуты до того момента, пока у кого-то из этих ребят польется кровь с головы. И сейчас Гаррет бросает Падди в один из Аглопринга. И получает DDT. И... Отличный удар. Четко в голову. Натан Гаррету. Открыт, что сейчас делает Пёрзу. В целом времени он просто сидит на третьем канте и выжидает, выжидает лучшего момента, чтобы прыгнуть. И сейчас Падди проводит. Отличный сплэш. И... Феникс сплэш Натану Гаррету. От Кёрза. По-моему, Натан Гаррет настрадался больше всех в этом поединке. И он получает еще один сплэш. От Падди. И что это будет? Бум! Отличный бросок. От Кёрза. Стулья очень символично лежат на ринге. Воспользуются ли ими бойцы? Далее по ходу поединка. Гаррет сажает Кёрза на третий канат. И что он собрался делать? Двух мощных удар по голове. И, по-моему, это будет суплекс третьего каната. И... Мощнейший суплекс третьего каната от Натана Гаррета. Кёрз уже в отключке. А Падди приходит в себя. И вот он заходит на инг. И неужели Станнер... Станнер проводит Натан Гаррет четко. Просто четкий Станнер Падди. И... 19-16, если я не ошибаюсь, называется этот прием. И только что Натан Гаррет проводит его Кёрзу. Каждый из участников матча уже получил по несколько финишеров в свою сторону. И прямо сейчас Падди поднимает Гаррета и бросает его просто плашмя об канаты. И накрывает его еще одним сплэшем. Обсюмиска Падди начинает просто забивать, забивать Гаррета об ринг. И ой-ой-ой, обсюмиска просто градом ударов начинает засыпать он Гаррета. А Кёрз на время берет стул. И посмотрите-ка, но Падди это особо не интересует. И он ему отвешивает пару мощнейших оплеух. И вот завелся, завелся сейчас Падди. Поднимает Гаррета. И удар. Еще один удар. Посмотрите-ка, начинает уже свою фирменную победную серию. Разбег. И... Коленка четко в голову Натану. Кёрз пытается прийти в себя за пределами ринга. И посмотрите-ка, Кёрз сейчас направляется обратно, чтобы оказать хоть какое-то сопротивление Падди. И вот Падди разбегается. И... Я уже не знаю, какой по счету сплэш Натану Гаррету. Кидает его стул. И... Отличный удар ногами в полете проводит Кёрз. Кёрз завязает сейчас на третий канат. И смысл отбивается от Падди. И отличный удар прямо с третьего каната проводит по голове. Очень мудро поступает Кёрз, что атакует именно головы своих соперников. Чоп по груди Падди. И влет ногами четко в голову. Бум! Отличный локоть. И теперь уже Кёрз проводит. Суперплекс прямо за пределы ринга. Средь Коп Падди. Ветмен просто наблюдает за всем этим. Переводит дыхание. Просто посмотрите, что творят эти парни. Просто прием за приемом. Просто нон-стопом. И посмотрите, что сейчас творит. Кёрз отбивается от Падди. Ох, Падди запускает его в одну из стоек. Кёрз отбивается. И... Бум! И у нас первый выбывший, друзья, Падди, вылетает из матча после того, как из его головы начала хлестать кровь. И посмотрите, что сейчас творит Кёрз заезжать на третий канат. И... Бум! Ну, посмотрите, как Гаррет ловит его. И неужели это будет Педигри? Педигри четко головой в ринг. Падди уже выбыл из этого матча. У нас 30 два претендента на победу. Гаррет и Кёрз. Кто же уйдет из этого шоу победителем? И удар по Кёрзу. Но Кёрз инверсирует. И кровь идет у Гаррета. Боже ты мой! Просто невероятно, друзья. Я думал, что сейчас один удар все решит. И Гаррет уйдет с этого шоу победителем. Но Кёрз вовремя схватил стул и перевел атаку в сторону самого Гаррета. Что ж, друзья, поздравляем этого парня с победой. с победой в таком сложном и непростом поединке. Я думаю, что если этот парень когда-нибудь вступит в ряды топ-рестлинга, когда-нибудь решится подписать официальный полноценный контракт, то его будет ждать большое будущее. с победой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!